Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение большевиков в губернии становится весьма шатким. Обстановка с каждым днем обостряется. В городе вводится осадное положение. Существование Советской Республики поставлено под угрозу. Во время захвата колчаковцами плацдарма на правом берегу Вятки для отражения нападения врага был брошен последний отряд защитников Казани. Под красными знаменами стоял член военного совета Красной Армии Мирсаид Султан Галиев. Он был... обладал большой личной храбростью. Во время штурма Казани в 1918 году он один из последних отступил из города. Его части вели ожесточенные бои в Казани. После смерти Муланора Вахитова, после его казни чехословатскими легионерами Султан Галиев стал единоличным, фактически признанным лидером всего вот этого движения «Мусульман внутренней России», которое объединял и татар, и башкир. Возможность перевода башкирских войск, которые к этому времени, поскольку советское правительство не признавало, вот эту республику находились войска эти на стороне Колчака. Их нужно было от Колчака перевести в Красную армию. Вот тут хорошую и очень важную роль сыграл Султан Галиев. Он посредник, он знал языки Валидии и других башкирских лидеров. И, конечно же, хорошо знал советских руководителей, руководителей Красной армии. Так началась военная и политическая карьера выдающегося деятеля, крупнейшего теоретика национального освободительного движения. Его будут называть «отцом революции Третьего мира». Его портреты будут украшать резиденции молодых государств, которые в начале прошлого века, как птица-феникс, начнут возрождаться из пепла развалин колониальной системы. 12 июля 1892 года в деревне Елембетьево у Фимской губернии в семье сельского учителя рождается мальчик. Его назовут Мирсаидом, что в переводе с персидского означает «повелитель». Султан Галеев получил очень хорошее образование в Татарской учительской школе. Татарская учительская школа – это абсолютно уникальное учебное заведение, которое создали во второй половине XIX века специально для подготовки учителей из татар для преподавания русского языка и литературы. Это учебное заведение считалось рассадником революционных идей, потому что оказывали большое влияние местные социал-демократы, студенчество Казанского университета. И вот проучившись несколько лет в этом учебном заведении, он уже вышел таким убежденным сторонником джадидского движения. Он работал учителем в Уфимской губернии, библиотекарем, также видел жизнь народа, много выступал в прессе с предложениями реформ в области образования, благотворительной деятельности. Причем он хорошо разбирался в исламе и был верующим человеком, скорее всего, в тот период времени. Его духовное формирование совпало с глобальными социальными потрясениями начала XX века, которые происходили и в среде татарской интеллигенции. Перед Первой мировой войной Мирсаид Султан Галиев переезжает в Баку, центр политической жизни национальных регионов страны. Именно здесь он впервые услышал о Сталине. Возможно, тогда Мирсаид даже не подозревал, что очень скоро он станет ближайшим соратником, доверенным лицом будущего генсека страны, а позже его непримиримым и личным врагом. Кстати, революцию он тоже встретил на довольно-таки умеренных позициях. Он не был большевиком просто ортодоксального типа. Он участвовал в работе Первого и Второго мусульманского съезда. Именно на одном из съездов он сблизился с Мулануром Вахитовым. Муланур Вахитов – легендарная фигура. И он придерживался также взглядов, сочетавших идеи марксизма с идеями ислама. Это своеобразный исламский социализм. И вот они тут нашли друг друга. Такая определенная конвергенция взглядов произошла у Султана Галиева. Он поддерживал большевиков вместе с Мулануром Вахитовым. Он работал в Мусульманском социалистическом комитете, затем его возглавлял. Он возглавлял мусульманские организации военных. Был довольно-таки авторитетным деятелем среди них. Был одним из ближайших сподвижников Владимира Ильича Ленина. И его очень ценил Сталин. Сталин ценил его эрудицию, ценил его аналитические способности, его активность и очень высокий авторитет среди всех слоев мусульманского общества всей России. Еще в 1918 году Султан Галиев стал одним из главных организаторов ликвидации Демократической Республики и Дель-Урал, провозглашенной в Казани в качестве части Советской Федеративной России. По мнению Султана Галиева и Муланура Вахитова, такая форма образования новой республики не отвечала идеалам марксизма. Он выступал сторонником положения о создании татаро-башкирской Советской Республики, которая была выдвинута в противовес Урало-Волжскому штату. И Дель-Уралскат, то есть Волжск, Уральский штат. Этого объединения всех татар и всех вообще национальных общин, в том числе Чуварская община, Марийская, Еврейская община, они все проголосовали за это. В Советскую Республику, где все равны. И они сами решают, так сказать, нам вместе свою судьбу. Но все дело в том, что ничего из этого не получилось, потому что товарищ Сталин, который был тогда наркомнац РСФСР, то есть Народный комиссар по делам национальностей, и у него работали в наркомнации такие, в общем-то, выдающиеся татары, как Муланур Вахитов или как Мерсаид Султангалеев. Они не поддержали эту идею. Они считали, что то, что они предложат, это должно быть осуществлено. То есть сверху вниз, а не снизу вверх, идеи должны идти. И они тогда выделили идею вместо Идель-Урал-Штаты, идеи создания татаро-башкирской Советской Республики. Главным ревнителем этого проекта был Мерсаид Султангалеев. Этот проект возник как альтернатива штату Идель-Урал, буржуазно-националистическому. Но этот проект просуществовал в мини-года, потому что началась кампания гражданской войны с Колчаком. И, учитывая конъюнктуру политическую, военную, советская власть была вынуждена договариваться с национальным правительством, с башкирскими национальными силами. И одним из шагов навстречу – это было создание отдельной Башкирской Республики. И Саид-Галеев поддерживал ее в создании, как и создание отдельной Республики Татарстан. Различие в чем заключалось Татаро-Башкирской Республики и Идель-Уралского штата. Хотя, казалось, они одинаковы. Штат – это провозглашение самим народом своей государственности. А Татаро-Башкирская Республика – это предоставление верховной властью вот этой Республики Татарам. Это декретная Республика. А хозяин декрета, он может в любое время отказаться от этого декрета. Так и произошло. Так и произошло. И очень просто, через некоторое время, идея Татаро-Башкирской Республики была запрещена. Пропаганда этой идеи была запрещена. Это Центральный комитет партии сделал. На этом дело и кончилось. К 1920 году Мирсаид Султан Галеев становится одним из самых крупных и влиятельных лидеров мусульманских регионов России. С его мнением считалось руководство партии, в том числе Ленин и Сталин. Вместе с тем, по ряду вопросов, включая и национальную программу Коминтерна, он проявлял самостоятельность и не во всем соглашался с вождем революции. Высшее руководство страны отдавало должное его политическим талантам и признавало его влияние на восточные регионы. Однако его чрезмерная, по их мнению, преданность идеям освобождения народов Востока, которая могла нанести ущерб интернационализму, вызывала большие опасения. Султан Галеев, он был прямым человеком, и он всегда говорил прямо. Его была принципиальная позиция защищать национальные меньшинства, или, как так говорили, национальные окраины, отстаивая их интересы. Это не только татары, башкиры, это всех народов России касалось. И у него был очень большой авторитет в международном коммунистическом движении. И Сталин его уважал, и они вместе работали в наркомнациях. Однако впоследствии, когда Султан Галеев, у него уже возникла своя теория, и теория исламского марксизма, и теория национальной освободительной борьбы, она существенно расходилась с большевистской доктриной и, собственно, со взглядами Сталина на национальный вопрос. А Сталин себя считал крупнейшим теоретиком национального вопроса. И, соответственно, эта политика, вот это вот его действия, Султан Галеева, они привели к тому, что постепенно он для Сталина стал личным врагом. Султан Галеев был коммунистом. И в коммунизм он верил искренне. Однако его никак нельзя было назвать ортодоксальным большевиком, так как он не ставил коммунизм выше вопросов, связанных с процветанием нации. Он хотел соединить эти две идеи, но не в ущерб национальной политике. Руководители Казанской губернии выдвигают его кандидатуру на должность главы правительства Молодой Республики. Человека смелого, идейного и, главное, имеющего высокий авторитет среди своего народа. Он имел все шансы на победу в этой политической борьбе, Но председателем суднаркома Татарии Москва назначит Сахиб Гарея Саид Галеева. Как скажут позже историки, эта фигура будет не столь яркой, самобытной и самостоятельной, как мир Саид Султан Галеев. Султан Галеев был введен в состав малой коллегии наркомнация, то есть это ответственное лицо в советском государстве. Но, тем не менее, ему не доверялись столько, сколько, скажем, Саид Галееву, потому что Саид Галеев был пролетарий, уральский пролетарий, человек, который предан идее марксизма, большевик настоящий, тогда как Султан Галеев, это и то, и другое. Он был человек, который выступал за то, чтобы татары имели свою полнокровную государственность. Он придерживался, казалось бы, таких ярых, на первый взгляд, ортодоксальных взглядов, и атеистических, и классовых, но он был женат на дочери купца первой гильдии Салиха Ерзина, Фатыми Ерзиной. То есть он породнился с одним из влиятельнейших предпринимательских кланов в татарском мире. Этот Салих Ерзин построил московскую мечеть. Для большевика вообще это был нонсенс. Как так связать свою жизнь с представителем эксплуатирующего класса? А это также было отражение его личного «я». Потому что, с одной стороны, да, он большевик, он за равенство и братство народов против эксплуатации человека человеком, но в то же время он с большим уважением относился и к религии, как к части духовного наследия татарского народа. Его мятежная душа не будет искать покоя. Уже вскоре Мерсаид переезжает в Москву. Вплоть до мая 1923 года он ведет активную государственную деятельность как член коллегии и ближайший помощник Сталина по национальным вопросам. В то же время возглавляет Федеральный земельный комитет при ВЦИК РСФСР. Этот орган, по сути, выполнял функцию арбитра между правительством и национальными республиками по самым острым аграрным проблемам. Мерсаиду Султан Галиеву постоянно приходилось быть между двух огней. Возникавшие проблемы и конфликты он нередко выносил на уровень центрального руководства. Султан Галиев выполняет ряд ответственных и нередко конфиденциальных поручений генсека при подготовке к созданию Дагестанской, Горской и Калмыцкой республик, а также налаживанию контактов с коммунистами восточных стран. Именно в это время, будучи посвященным в некоторые тайны политического закулисья, он все более начинает сомневаться в соответствии национальной политике большевиков истинным интересам народов распавшейся империи. Особенно эти противоречия обострились в момент и после образования Советского Союза. Сталин считал, что в нее должны войти только союзные республики, а Султан Галиев настаивал на том, что равноправными субъектами Советских Социалистических Республик должны войти и автономии. Это, конечно же, было воспринято как попытка разрушить Россию. Причем Султан Галиев считал, что создание СССР в таком виде это будет возрождение Российской империи, где опять будет гнет большой нации над малыми нациями, и это будет таким возвращением к тем временам царской России. И вот именно его масштаб личности как теоретика, который оказывал воздействие на умы огромного количества людей, встревожил Сталина и вообще руководство Коммунистической партии того времени. Они увидели в этом угрозу, потому что он мог стать лидером национальных окраин того периода. Султан Галиев, создается Советский Союз, СССР, идет процесс создания. Выступает за то, чтобы Татарская республика была равноправной, так же, как и все республики другие. И все другие автономии, которые имелись тогда в составе России, это Киргизская, так называлась Казахская республика на первых порах. Кавказская республика, Султан Галиев участвовал в их создании тоже автономной республики. И он выступал за то, чтобы вот эти автономии тоже были непосредственными участниками создания Союзного государства. Сталин был категорически против. В начале 20-х годов происходит ряд событий, свидетельствующих о трансформации национальной политики в сторону большей жестокости и нетерпимости к региональным лидерам, требовавшим выполнения обещаний, данных в годы гражданской войны. Первый звонок для Мирсаида прозвучал осенью 1920 года. Тогда ему было отказано в поездке в Баку на съезд народов Востока. Ленин на этот форум возлагал большие надежды как на средства усиления борьбы с империализмом. В это же время параллельно предпринимается и попытка удалить национального лидера из Москвы под предлогом укрепления закавказских органов власти. Несколько раз Оргбюро и секретаря ЦК по секретному указанию Сталина рассматривали вопрос о якобы раздувании Султан Галиевым роли республик. Кульминацией противостояния стало выступление Султана Галиева на заседании национальной секции 12-го съезда партии, в котором он подверг резкой критике ряд теоретических положений и практических действий Сталина. Уже вскоре за ним была организована слежка. Весной 1926 года в ЦИКе в личном кабинете Сталина состоялся судьбоносный разговор. Именно в это время генсек вел борьбу с оппозицией. В целях политической профилактики тогда в его кабинете побывали практически все руководители национальных республик. Из татарии, где разрасталась конфликтная ситуация, он принял имя Саида Султан Галиева. Последний разговор был открытым и откровенным. За вами большая статья против ошибок Троцкого, Зиновьева и Каменева по национальному вопросу. Напечатаем ее в правде, после чего восстановим в партии и пошлем за рубеж. У вас ведь трое детей. Надо думать и об их судьбе. Статья Султан Галиева в печати по сути могла сыграть определенную роль. Опальный, но все же имеющий большое влияние на своих соратников Мирсаид, пользовался большим авторитетом в эмигрантской среде. Однако Сталин не сдержал своего слова. Статья не была напечатана, а возможно и не планировалась. Султан Галиев был окончательно вычеркнут из списка союзников генсека и обречен на смерть. Его арестовали 4 мая 1923 года. Основным обвинением стала попытка установить связь с лидером башкирского национального движения Заки Валиди. Фигурировали даже такие обвинения, как встреча с турецким послом и установление контактов с коммунистами Турции и Ирана. После жесточайших пыток из Султана Галиева выбиваются показания о том, что он шпион, агент трех иностранных разведок и даже пытался в Саратовской области создать из башкирских колхозников диверсионный отряд для свержения советской власти. У Султана Галиева арестовали в 1923 году. Вот я, например, нашел записку в архиве в Москве, значит, Сталин написал записку Каменеву, там, Зиновьеву, что делать с Султаном Галиевым. Он, по-моему, он националист. Каменев – человек осторожный, написал, может быть, как-нибудь с ним поговорить. Зиновьев был человеком-то жестоким очень, в Ленинградском уже, он сидел в обкоме, в Петроградском. Он заявил, что надо его, значит, наказать. Сталин сказал, правильно, с ним таскаться не надо, и, в общем, его арестовали. Были организованы целые кампании по выявлению Султана Галиевцев, и были и расстрелы, и ссылки. Несмотря на то, что и здесь его минула горькая чаша, он, тем не менее, все равно прожил большую часть жизни в Саратове. Конечно, кончилось дело тем, что появилось его, так называемое, Султан-Галиевское дело в 1923 году, когда он был исключен из партии, освобожден от всех должностей, несколько раз репрессирован. Его расстреляют 28 января 1940 года в одном из подвалов Лубянки. Погибли в лагерях и психушке жена и двое детей Султан-Галиева. Его имя отныне становится в пропагандистском арсенале Советского Союза главным символом национализма. В 50-х годах на Западе, особенно во Франции, Англии, США и Японии, все чаще стали появляться публикации о взглядах Султан-Галиева на мировую колониальную систему. Имя Султан-Галиева по частоте упоминания по национальному вопросу шло на третьем месте после Ленина и Сталина. Именно тогда о нем начали писать как об отце революции в третьем мире. Фигура Султана-Галиева, она поражает своим масштабом. Он действительно был очень мыслящим и глядящим далеко вперед политическим деятелем, ученым. и его вот эти идеи исламского марксизма, того, что национально-освободительные и социальные революции на Востоке не обязательно должны иметь характер противостояния буржуазии и пролетариата, что это движение всех слоев общества за освобождение от колониальной зависимости, они были восприняты очень близко на Ближнем Востоке, вперед антиколониальной борьбы. Мы знаем, что, например, идеи арабского социализма, они во многом были основаны на идеях Мирсаида Султана-Галиева. В Советском же Союзе он оставался врагом советского народа номер один. В стране существовал даже термин «Султан-Галиевщина». В партийных документах и пропагандистских материалах Султан-Галиевщина представлялась как четко организованное антисоветское движение. Обвинение в Султан-Галиевщине в 30-е годы стало одним из стандартных поводов для репрессий. Ярлык Султан-Галиевщина это было страшное просто обвинение. По тем временам, например, и Адель Кутуй был обвинен, например, в Султан-Галиевщине. Практически все руководители Татарстана, председатели Совнаркомов и председатели ЦИК 20-х годов и начало 30-х годов также были обвинены в Султан-Галиевщине и приговорены к смерти. Даже композитор Султан Габаши, например, один из первых авторов, один из авторов первых татарских опер, первый татарский композитор, когда он повал в немилость определенных руководителей, я видел сам в прессе габашизм, тире это Султан-Галиевщина в татарской музыке. Это тоже стало фактически обвинением, он был вынужден покинуть Татарстан и уехать в Уфу. Первые реальные подвижки в оценке дела Султан-Галиева начались в конце 80-х годов с началом перестройки. С просьбой о пересмотре дела в ЦК КПСС обратились ученые, архивисты, писатели, деятели культуры. Тогда их поддержал татарский обком КПСС и его первый секретарь Ментимер Шаймиев. В 1991 году Мерсаид-Султан-Галиев будет полностью реабилитирован, а его имя возрождено обслуживаться. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...